Скажите, пожалуйста, какая была реакция в самом Казахстане на слова Такаева? Потому что мы вспомним, что в январе действительно войска ДКБ, в том числе прежде всего Россия, все говорили о том, что они помогли Такаеву спасти свою власть. А сейчас он приезжает в Санкт-Петербург и открыто высказывает Путину, скажем так, свое несогласие с его тезисами. Информация и видео с Димашем Тукаева появилось в сети, по телевидению, насколько я знаю, видео не показывали, выступления Тукаева. Поэтому реакция в основном была в интернете. Основная масса пользователей, конечно, не поверила, что Тукаев совершил какой-то героический поступок, потому что все действительно знают, все помнят январские события, когда Тукаев приказал стрелять на поражение без предупреждения, когда он пригласил в страну войска УДКБ, войска Путина. Поэтому реакции особо положительной не было. А после того, как уже пошли разоблачения, появилась полноценная информация о том, что никакого ордена Александра Невского Тукаева не награждали. А потом позже появилась информация уже со стороны Кыргызской власти о том, что и орденом Анас, оказывается, Тукаева не награждали. То есть никакого отказа не было. В принципе, после этого доверия к словам Тукаева стало еще меньше. Что касается именно выступления Тукаева, где он сказал, что он не признает Луганский Донецк, то в этом случае, конечно, я и многие другие, кто внимательно смотрел за выступлением, призывали посмотреть и послушать вопрос Симонян, который касался в первую очередь войны в Украине, а не признания ДНР и ЛНР. Потому что ДНР и ЛНР не признают ни одного страна мира, кроме России. Даже Белоруссия, даже Лукашенко не признает, основной союзник Путина не признает ДНР и ЛНР. Поэтому Тукаев констатировал факт, который всем известен, всему миру известен. Поэтому в этот демарш, то, что он пошел против Путина, конечно, никто не поверил. Поверили разве только те, кто не разбирается в политике, не знает, что такое ЛНР, ДНР, и не знает о статусе этих сепаратистских республик. Но при этом все-таки Лукашенко публично не называет эти территории квази-государственными, а Тукаев это сделал прямо перед Путиным, публично. И выглядит это достаточно радикально. Ну, то есть, как такой жест, наверное, неуважения. И как вам кажется, все-таки это такая позволительная со стороны Путина дерзость? То есть Путин, условно, дал заранее разрешение Тукаеву выступить таким оппозиционером. Или Тукаев сделал это по собственной инициативе? По Тукаеву есть очень много вопросов и сомнений. Есть версии о том, что он давно сотрудничает и с ФСБ, и сотрудничал до этого с КГБ советским. Поэтому вполне возможно, что такая версия имеет право на существование, о том, что Путин разрешил ему выступить таким образом. Но есть и другой момент. Вполне возможно, что Тукаеву не оставалось ничего другого. Или ответить прямым образом на вопрос Симонян о войне в Украине. То есть в этом случае ему пришлось бы сказать или поддержать Путина, или не поддержать Путина, что вызвало гораздо больше резонанс. Потому что если бы он поддержал Украину, сказал бы, что война несправедливая, что не стоило вести войну, то в этом случае реакция была бы еще хуже. И, наверное, в этом случае он окончательно и бесповоротно опозорил бы Путина. Причем на его глазах. Или если бы он признал бы Путин войну в Украине, то последовали бы санкции, последовала международная изоляция Казахстана. И, в принципе, авторитет Тукаева внутри страны и за рубежом сильно упал бы. Поэтому он, скорее всего, выбрал меньшее из зол. Если заметили, он подводил к этому ответу 2 минуты. То есть общий ответ, длина ответа, хронометраж ответа длился 2 минуты 25 секунд. И Тукаев к этому своему ответу подводил очень долго. Рассказывал про ООН, про международное право. И в конечном итоге, после того, как он сказал, что не признает Тайвань, Косово, Абхазию и Южную Осетию, он сказал, что по всей видимости Казахстан не признает квазигосударства, такие как Луганский, Донецк. То есть в этом случае, я думаю, он выбрал меньшее из зол. Или это же была заранее подготовленная такая постановка, которую озвучил Тукаев. Опять же, для придания себе веса с позволения Путина. Но если предположить, что было это позволение Путина, то зачем вообще это нужно Кремлю? Может здесь затронут какой-то вопрос, например, обхода санкций через Казахстан? Или вообще таких процессов не наблюдается? Мы об этом постоянно говорим. Конечно, Казахстан, которым управляет Тукаев, является такой тыловой базой путинского режима, через которую в первую очередь обходятся санкции. В Казахстане олигархи Тукаева, Назарбаева спасли, например, российские банки, Сбербанк, Альфа-банк от банкротства. Они спасли активы этих банков после санкций, выкупили или переоформили на себя эти акции этих банков. Кроме того, множество российских компаний получили убежище в Казахстане, которые попали тоже под санкции. И через Казахстан сейчас работает в том числе с западными странами. Поэтому Казахстан является тыловой базой. Конечно, Путину гораздо выгоднее иметь Тукаева, такого мягкого оппозиционера, такого фальшивого оппозиционера, чем иметь Тукаева, сделать из Тукаева второго Лукашенко, который попадет под санкции и сделает его ситуацию гораздо хуже. Айтос, еще такой вопрос, больше, наверное, не то чтобы шуточный, но вот просто во время этого экономического форума широко разошлось видео в русскоязычном сегменте интернета, где Владимир Путин не способен произнести имя Касым Жамартакаева и произнес какие-то несвязанные буквы. Как вам кажется, это намеренный жест? Это такой жест, чтобы показать, что я даже имя твое не могу произнести, и ты для меня незначим, или это просто действительно ему сложно дается произнесение имени казахстанского президента? За три года он неоднократно такие ошибки совершал. То есть это не первый раз, когда Путин путает имя или не может произнести имя отчества своего так называемого союзника. Поэтому, скорее всего, это связано с какими-то мыслительными процессами и в голове у Путина, который не может никак запомнить, что главой Казахстана является человек с двойным именем и с таким отчеством. Скорее всего, это связано именно с этим. Потому что, возможно, в ближнем кругу он называет Тукаева каким-то другим именем. Возможно, каким-то русским именем. Я знаю, Коля, Толя, может быть, именно таким образом обращается Тукаева. А в официальной обстановке ему приходится вспоминать его официальное имя, то есть настоящее имя. Поэтому все эти сложности, скорее всего, связаны именно с этим. То есть, когда он сидит где-то в кабинете, с ним общается, он, возможно, называет его совсем по-другому. Или под псевдонимом каким-то, который известен ему. Или каким-то русифицированным именем, которое ему понятно. В данном случае, я думаю, что это связано, скорее, не с желанием оскорбить. Именно с какими-то процессами. Или с невозможностью Путина запомнить это имя, которое он постоянно слышит, человека, которого постоянно видит. Или, опять же, связано с тем, что именно в другой обстановке у него, у Касмужмар Тукаева другое имя, которое Путин использует. Айдос, а не допускаете ли вы такой возможности, что Такаев все-таки, вот так, ну, можно сказать, в какой-то степени даже дерзил Путину в его понимании, потому что чувствует, что его власть обеспечена в Казахстане сейчас, после репрессии, после кровавых событий в январе. После изменения Конституции. Да, то есть, что просто Такаев чувствует себя как-то самоуверенно. Возможно, здесь какой-то китайский фактор имеет тоже влияние, что вот Китай не заинтересован в том, чтобы Россия имела сильное влияние в Казахстане. На форуме, конечно, много разговоров было про Китай. Тукаев произнес много лестных слов про Китай, про Китай и про Россию. Но в данном случае я не думаю, что это связано с какой-то особой дерзостью Тукаева. Тукаев не отличается особой дерзостью. За 70 лет он в своей жизни никогда не был дерзким политиком, оппозиционером. Тем более он приехал на форум, где кроме него не было ни одного лидера зарубежной страны. Это был внутренний форум, можно сказать, Российской Федерации, где участвовали губернаторы, главы регионов, главы сепаратистских республик. Поэтому само присутствие Тукаева на этом форуме говорит о том, что он все-таки занимает подчиненное положение и не может не приехать на такой форум. Если он хотел бы показать свою дерзость Путину, он бы, наверное, совершал бы гораздо более действенный демарш, а не таким образом. То есть не словами, в принципе, констатируя в реальности, он констатировал факт, который нельзя было, в принципе, по-другому сказать. Если бы спросили его именно про ДНР и ЛНР, его ответ должен был быть таким, потому что ни одна страна мира не признает ДНР и ЛНР. Ни Лукашенко, ни Карагуа, даже ни Сирия, ни Северная Корея даже не признают ДНР и ЛНР. Поэтому признание в этом случае Казахстана вызвало бы гораздо большую реакцию, потому что это невозможно, в принципе. Я не думаю, что это было дерзость. Я думаю, это была попытка ухода от прямого ответа на прямой вопрос о войне в Украине. Тукаев выбрал после долгой подводки, еще раз хочу сказать, этот процесс, ответ длился 2 минуты 25 секунд. Поэтому Тукаев подводил к этому вопросу и по ходу, скорее всего, если он самостоятельно об этом решил, конечно, он подводил к этому ответу и смягчаясь, смягчаясь, в конце сказал такие вещи про Луганский Донецк. Я не думаю, что это дерзость. Айдос, вы отметили, что вот как раз эти фразы не показывали на телевидении в Казахстане, которое контролируется как раз государством. А почему их не показывали? Почему вот для граждан Казахстана через государственный аппарат не захотели довести слова Тукаева? Я сказал, по всей видимости не показывал. Я не смотрю телевизор, поэтому не могу утверждать, что не показывали. Насколько я знаю, те люди, которые смотрят телевизор и не находятся в интернете, они особо Тукаевым не интересовались именно его словами про ЛНР или ДНР. Поэтому все, кто это видел, видели все в интернете, в Инстаграме, в Фейсбуке или в Ютубе. Я именно об этом говорю, что, скорее всего, по телевидению такие вещи не будут показывать, потому что это вызовет и в том числе может вызвать бурную реакцию со стороны скрытых сепаратистов, которые находятся внутри Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok